Здравствуйте! И вот снова в гостях у мастера на Алтайской ступени. А в гостях у меня сегодня женский батальон во главе с товарищем Суховым. С Денисом Пашегродцевым. В общем, в гостях у меня сегодня санвисты. А давай, Денис, представляй свой замечательный женский батальон. Ну, начну с моей коллеги, напарницы. Мы уже много лет работаем вместе. Вахместерова Наталья Анатольевна. Тренер, мастер спорта по самбо и по дзюдо. В общем, отличный тренер. Виктория Сергеевская, призер России, призер Кубка России по самбо. Ну и вам известная Валерия Анисимова, победитель соперенства мира, мастер спорта международного класса. Девчонки, скажите, как в ваш замечательный женский батальон вписывается мужчина? Отлично вписывается. Во-первых, работаем мы вместе с 2005 года. Ну, а девчонки, как говорится, уже пришли к нам, наверное, в 2008 году. Лера Анисимова пришла в 2008 году. Ну, а Вика не так давно, года два назад. Вот, отлично все вписались. А что скажут воспитанницы? Ну, я наоборот считаю, что мужчина нужен в женском коллективе. Когда надо, он заставит, не будет тебя жалеть. Ну, и в тот же момент одновременно поддержит тебя. Виктория. Ну, Денис Евгеньевич нам как второй отец воспитывает где-то, где-то подсказывает, где-то помогает в каких-то жизненных вопросах, нас как-то консультирует. В общем, хороший тренер. Ну, что, Денис, покраснел после таких слов? Ну, да, примерно как ваша кофта стала, по всей видимости. Денис, теперь вас в Томске-то редко увидишь, вы все куда-то ездите. Вот, недавно только что вернулись и снова собираетесь. Ну, впереди у нас напряженный график соревновательный. Действительно, это не только и девчонки, но и у меня еще и воспитанники есть. И у нас сейчас в феврале три перенства России, куда мы поочередно поедем. Ну, и с девчонками мы уже поедем в середине февраля на самый важный старт, где будет формироваться сборная. Это первенство России среди юниоров. Там будет формироваться уже сборная для участия в первенстве Европы, в первенстве мира. Будем надеяться попадать туда. Значит, в феврале у вас очень горячая пора. Девчонки, как готовитесь к этим событиям? Ну, подготовка идет серьезно. Сейчас, пока у нас каникулы, мы занимаемся два раза в день, а подготовка идет полным ходом. Тренировки упорные, акцент там делается где-то на силовую, где-то на выносливость, но все-таки больше на выносливость, так как это борьба. Больше работаем на технику. Валерия уже выиграла и первенство мира, и первенство Европы. Она уже опытный человек в сборной. Будешь ли ты помогать Вике адаптироваться в главной команде страны? Это, наверное, очень сложный процесс. Ну, помогать, конечно, буду. Мы выступаем за один город, за одну область. Вика уже принимала участие в сборах со сборной страны. Как бы адаптировалась она хорошо со всеми девочками. Как бы нашла общий язык по тренировкам. Тоже упорно трудится и идет к своей цели. Вика, ну как тебя трепет охватывает? Ну, прежде чем меня охватит этот трепет, я должна отбороться на первенстве России и войти в финал. А потом уже говорить дальше о сборной и о каких-то перспективах. Ну, тогда у меня вопрос к тренеру, потому что мы не загадываем, но план это строим. Как ваши виды на урожай? Ну, хорошие виды рассчитываем. Ну, а дальше как получится? Наташа очень дипломатично ответила на этот вопрос. Денис, ну все-таки по зубам золото и серебро – первенство России. Металл нам любой по зубам, но на самом деле загадывать мы не будем. И то, что девчонки выложатся по полной программе, я не сомневаюсь в этом. А там уже как ляжет карта. Ну, конечно, как ляжет карта на конкуренцию, это же вы ее просчитываете. Конечно, все конкуренты будут, и если Вика решает вопрос попадания в сборной, то Валерия решает уже другие вопросы, как сохранить свое место. Поэтому у всех свои задачи, и я думаю, что девчонки приложат все усилия для того, чтобы достичь каждой своей цели. Девчонки, если честно, при таком сложном графике время-то на учебу хватает? Или хвосты и задолженности имеете? Ну, естественно, хвосты и задолженности имеются, когда частые разъезды, но после того, как мы приезжаем, мы стараемся быстрее все закрыть. На самом деле в этом есть какие-то плюсы. Если мы учимся целый год, мы растягиваем всякие сдачи зачетов, экзаменов. А когда мы приезжаем, мы стараемся быстрее все сдать, и все получается успешно. Учимся без троек. Где ты учишься? В Томском государственном педагогическом университете на спортфаке. Какой курс? Второй курс. Вика? Я вот только поступила в этом году в ТОГУ по направлению организации работы с молодежью. У меня такая специфика, именно учеба, я это сейчас уже поняла, что более такая подвижная. У нас много практики, то есть у меня такой образ жизни активный, и мое направление именно как бы этому соответствует, моему стилю жизни. И мне очень нравится учиться. Я на первом курсе вот тоже закрыла сессию недавно, почти не отлично. Я должен тренерам сказать большое спасибо. Вот такие великолепные у вас подопечные. А, Наташа, чем ты занимаешься в свободное от работы время? Свободное от работы время? С ребенком он у меня пошел в садик, и там часто дают задания какие-нибудь поделки сделать. Вот мы с ним увлеченно этим занимаемся. Ты художник, дизайнер? Я закончила когда-то в свое время училище по направлению учителя рисования и художественного труда. Коллега, дай я пожму твою руку. Как приятно сидеть с коллегой, художник с художником. А тебя не спрашиваю про время свободное. Я тебя уже спрашивал, у тебя его нет. Ты погружен в работу. И вот на этой замечательной ноте, совершенно оптимистической, мы прощаемся с вами. До новых встреч. А вам, дорогие ребята, я желаю спортивных и творческих успехов. Ну и, конечно, приходите в гости. Попьем чайку. Спасибо. Спасибо. А что, Наташа, скажи мне, как художник художнику, переслать умеешь? Маленечко могу. Адресуй-ка меня на память. О, здорово! А медаль-то за что? Леонид Андреевич, за любовь к спорту. О, здорово!